можно организовать и семинарчик небольшой я ребят соберу потренироваться то же самое почему бы честно говоря я и эту поездку то в израиль не особо планировал просто ребята так типа а давай а давай вот они приезжали в августе по моему месяца или сентябре не помню в августе в августе ну вот и мы сделали потом подумал ну почему бы и нет но вот как-то так не особо планировал я втягиваться в эти семинарские вещи ну вот неожиданно несколько я дай переводить окей так на вернемся тогда к нашим вопросам да то есть в принципе ты как бы доволен что ты когда-то уехал собрался да и решился на это тогда были опасения вообще какие-то ты как-то вот ческать не было а у час думаю какой я буду рад как и поехал почему ехал ну как-то не знаю это было романтик было 20 мне было 22 года без всяких околичности и сложности рассказывают то чем сам знаком вот я поехал не знаю языка не раз ни разу на границе не был как я доехал вообще я не представляю не представляет тебя же наверное никто не приглашал наверное да ты просто поехал на поезде это вообще была отдельная история мне купили билет на поезд билет был до бельгии до города льежа мне в бельгии выйдешь купишь билет до парижа я приехал вот то есть короче легион это франция франция это париж приблизительно так у тебя адрес был нет нет у меня были у меня были все адреса приемных пунктов 11 или 12 я уж точно не помню так они получается находится на территории франции эти 12 пунктов да 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 не все на территории франции сейчас по моему один хотят открывать на тайге по моему на той воде доходили слухи да что там хотят открывать приемный пункт но опять мы сказали что будут открывать интересно как слушай опять глупого вопрос для тех кто будет скорее всего задаваться вопросами как их найти адреса эти какой-то сайт у них есть еще один интернете есть он выбрать приемные пункты просто в гугле да по-русски что или как или по-французски да и души по-русски есть можно приемные пункты иностранного легиона франции я уже встречал я встречал тут же если даже встречался какие-то проводят курсы по поступлению ну для лохов чтобы разводить да серьезно да да перечислить нам сколько-то денег у вас подготовим в легион мол это самое что поступить в регион нужно ехать по франции это однозначно это то послушайте на интернете вот а у нас там есть принимает офис легиона все это нет чтобы поступить в регион нужно ехать по франции слушай но я так понимаю что речь идет именно о молодых здоровых ребятах и чаще всего это все-таки ближе к рядовым да то есть это именно тот самый пластилин который необходим то есть как бы если ты готов куда-то двигаться имеется ввиду что ты уже офицер еще какие-то там должности имеешь там российской украинской армии то нет смысла дергаться наверное если только ты не пойдешь обратно вот в рядовые буквально и у тебя еще достаточно силы ты достаточно молод наверное да это же офицеров конкретно они берут берут да берут у нас это как раз сейчас сейчас начали хорошо платить как более достойные деньги стали люди получать в российской армии например других не знаю а вот эти когда я поступал 90-е годах очень много было офицера полно было российских и лейтенанты и капитаны и майоры слушай как они вообще котировались имеется ввиду они какие-то там получали должности тоже офицерские не или с нуля с нуля именно с нуля а ну я вот об этом и говорю что если ты как бы готов с нуля начинать то в элгам да если ты как бы хочешь именно офицерскую должен что нет такого такой возможности естественно ну не поняту к столе ну как бы по это все в принципе понятно но просто если вопрос какие такие возникнут у народа то есть они что сразу понимали ну народу какие вопросы сыскать народу что после интернете вижу много вот этого этих разводов в плане того что я даже не думал что развод даже на это делаю и не боятся ли да да что там помогаем с поступлением лиги он там обеспечены что процентное поступление все это неправда единственное что поступать ли он это нужно приезжать во францию и идти в приемный пункт вот там они по всей франции эти приемные пункты потом с этих всех приемных пунктов все свозится в один большой приемный пункт который находится под марселем в городе албань и там уже проходят все эти все экзамены все тесты в других странах примерно понятно понятно как там вообще происходит то есть какой-то контракт вы потом заключаете да на сколько-то лет или как это как-то все происходит потому что я так знаю что в общем то есть срочная служба в россии да есть контрактная служба как бы наверно заключаешь как договор да как вообще во франции все это обстоит во франции да и сказать и принимают емко ты поступил то есть прошелся экзамен и все тебя приняли вот ты подписываешь контракт на пять лет первый контракт идет пять лет но с условием что ты можешь расторгнуть после учебки после четырех месяцев передумал тебе не нравится да то есть учебка как бы считается как бы таким периодом адаптации то есть контракт подписан на пять лет но через три месяца после учебки можно расторгнуть есть отлично пришли и поняли что туда попали постучались и поэтому люди после учебки уходят вот когда их привозят потому что мы поступаем подписываем все это в бане под марселя потом нас увозят в этом учебный полк далеко от тулузы и после четырех месяцев опять привозят туда под марсель и вот это идет распределение приезжают покупатели так называемые как россии называют и забирают по полкам ребят некоторые уходят есть такие что уходят после четырех месяцев и после значит пяти лет можно подписать на любой срок на любой срок начиная от одного дня и заканчивая теми же пяти годами это как это одного дня то есть ты не уверен настолько не уверен что году по одному нет нет и просто есть такие тоже есть такие подводные камни насчет пенсии например если ослужил 15 лет или ослужил больше 15 лет люди подписывают например там выпускать два дня было 15 лет и два дня там уже идет как бы другое как сказать по-русски это слово друг другая степень другая ступень я понял больше наценочка побольше будет соответственно то есть уже да то есть вот это такие ну подводные камни то есть и опять же контракт можно заключить если тебе еще предложат заключить то есть я например подписываю бумагу или на рактор что я хочу продлить свой контракт и они шаги смотрят причем что не смотрят на самом-салом верху то есть штабе не нашу полка уже штабе легионов так кто этот человек хороший плохой например я попросил ну сказать один год они мне сказали но мы тебе предлагаем до трех или наоборот человек попросил три года ему сказали нет ты какой-то странным на тебе еще посмотрим вот тебе на готовый контракт а потом посмотрим то есть еще не факт то что с тобой заключать как правительство достаточно вложили в вас а коснулся углубляйте фрэнк ну понятно принципе понятно что они поступают своих интересах а как так получается что они идут на встречу и вот эти два дня допустим могут дать день могут дать чего вдруг то если они там решают вдруг по доброте душевный но это что же армейская как бы армейская солидарность человек отслужил дослужился до пенсии отслужил все где-то там участвовал имеет боевые награды на почему не дать чтобы получал компенсию зуба сказать на 30 евро больше за эти три дня почему бы нет ну да да чисто по-человечески то есть идут навстречу даже да 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 чисто по-человечески да хотел сразу спросить насчет этого пока не забыл после горячих точек после как бы как бы к плен огневых этих столкновений до после понятное дело каких-то ранений господи стрельбы и прочего да вероятно как бы бывает вот этот вот пост как-то он синдром то этот называется когда патологическая травма то есть как вообще к этому там относятся то есть если психологи после этого какая-то обработка идет если представляют время какое-то до людям для отдыха да 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 у нас я сейчас так скажу перед любой командировкой перед командировкой после командировки обязательный отпуск это обязательно то есть люди уезжающих командировку микрофон куда-то ушел у тебя перед командировкой и после командировки отпуск это обязательно человек идет в отпуск он отдыхает перед командировка и после командировки. Непосредственно после самой возвращения с командировки, то есть сейчас, например, такая идет у нас фишка, что мы летим не напрямую во Францию, мы летим куда-нибудь на Кипр, на Крит. То есть нас сели в 5-звездочном отеле, 5-звездочной гостинице. Вот я, например, в 2018-м были на Крике. Привозил в 5-звездочную гостиницу и мы там находимся 72 часа, как бы, чтобы прийти в себя. И у нас эти 72 часа расписаны, у нас беседы с психологом, у нас это дыхательная гимнастика, у нас там, короче, эти 72 часа, там они по сеансам расписаны. Естественно, есть свободное время, чтобы сходить. А потом? Только 72 часа и все? Или как-то? Ну, пока, да. Вот 7-2 часа, потом нас везут во Францию. Во Францию приехали, в каждом полку есть такой отдел, который кто-то занимается посттравматическим синдромом. То есть, если у кого-то что-то опять случилось, то добро пожаловать. Ну, у нас ребята как-то, ребята как-то все морально это самое. У нас сами ребята рвутся куда-то поехать, поэтому у нас как-то с этой проблемой. Как я понимаю, такие вещи могут произойти внезапно и как бы, хотя они и рвутся, но все равно последствия всегда остаются. Могут, могут. У меня один подчиненный так ушел после Афганистана. Ушел, так его комиссовали. То есть, у него там началось, не знаю, думал он или действительно у него началось, но факт то, что комиссовали. С пожизненной пенсией. С небольшим, с небольшой пенсией. Ну, Пашин, потому что у нас служил всего лишь пять лет, получается. Вот, даже меньше, там, четыре у него с копейками вышло. Вот, ему там что-то там, то ли там 200, то ли 250 евро пожизненно. Ну, мало. Ну, опять же, за четыре года он еще был с Румынией. В Румынии за эти деньги хоть что-то уже квартиру снять можно пожизненно. Ну, он как бы отправился обратно, да, или все-таки ему была возможность остаться во Франции? Я сейчас не потерял контакт, не могу сказать. Ну, просто, получается, четыре, там, пять лет, так он, наверное, уже мог податься. Правда, ему для этого пришлось бы найти какую-то работу, наверное, там. Ну, да, да, да. А с такой справкой тоже работу здесь найти не особо. Ну, а им, вот, кстати говоря, тоже интересный вопрос. По сути дела, вот этот травматический, посттравматический синдром, да, это вещь такая, которая нужна помощь психолога. То есть, его комиссовали или его все-таки отправили лечиться? Нет, он лечился, он долго лечился. Ага. То есть, как бы ему помогли, да? Да, нет, нет, у нас этим не бросают. У меня еще один тоже был подчиненный, ну, просто... Потому что известно, что вот после Вьетнама американцы-то столкнулись с тем, что из этих как раз людей, которые были, ну, то есть, они уже не возвращались в нормальную жизнь после посттравматический синдром, как раз он давал потом на всю оставшуюся жизнь очень большую травму как бы психологическую. Что они уже в уроке не могли находиться. Да. Невозможно словами описать, что такое ужас. 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 Ужаса есть лицо. А что, если взять американцев в данный момент, я не знаю, что там рассказывают по телевизору, потому что мы с ними вместе работаем. Вот. Мы к ним иногда ездим на базы, потому что, например, у них базы есть в Италии, здесь у них базы есть в Германии, вот, у американцев. Например, есть база Рамштайн, на которой хранится, потому что 150 или 155 из ядерного оружия, самая большая база НАТО в Европе по оружию, по вооружению. Мы к ним ездим на научение. У них сейчас очень такая тенденция пошла выкидывать ветеранов на улицу. И ветеранов, и инвалидов, и ветеранов. У них сейчас в армии белых практически нет. Если брать обычный пехотный полк, там уже белых в элите, может быть, есть элитные полки. А вот если брать обычный полк, там уже одни латиносы служат. У них там на три года контракт подписываешь и дают гражданство. Вот. Это я, это вполне достоверная информация. У них сейчас, у них там очень сейчас проблемы. Они с этим после Ирака, Афганистана столкнулись, что не хватает денег, вот это, и людей просто выбрасывают уже на улице. Вот. Если взять французов, например, ранения во время боевых автоматом гражданство дают. Даже документы подавать не надо. Чуть где зацепило, в пальчик ранило. Вот. Дают гражданство. Вот. У меня был подчиненный один латыш по национальности. Он поймал пулю в каску. Вот. Ну, видать, в ведре, наверное, этот, бил, снайпер бил и, может быть, пуля уже была на излёте. Ну, 7,62. Ну, каска выдержала. Кевларовая каска, пулю выдержала. Ну, естественно, был удар по голове неплохой всё-таки. Ну, пуля в каску. Вот. У него там проблемы были с памятью. Он память восстанавливает в течение года. Ничего себе удар. То есть, короче, не было ранения, но был такой удар, с такой силой. Ну, да. Каска до сих пор у нас стоит в музее с пули. Вот. Каска выдержала. Я видел, ребята на Украине пробивали кевларовую каску, да, какая-то была там, я не помню, украинская, не украинская, из автомата Калашникова. Там так хорошо вмяло. То есть, конкретно там, наверное, кулак внутрь вошло. Ну, вот у него, я думаю, что там на излёте она была уже. Но всё равно вот его цепануло. Вот. Его, значит, потом память у него восстановилась, но начали проблемы быть у него, короче, когда голова назад откинулась, ну, куда, у него в лоб выстрелили. У него где-то, где-то нерв защемил, и у него немело, не помню, там ли правая его рука немело. То есть, защемлён. Вот его перевели в наш госпиталь военный в Марсель. Вот, наверное, года полтора лежал в госпиталь, его до конца вылечили. Вот. Дали гражданство автоматом. Он даже не просил гражданство за ранение. Дали гражданство автоматом. И тоже там с каким-то небольшим пособием пожизненным. Ну, тоже небольшое, в общем-то, да, они платят как бы. То есть, особо, ну, стараться, короче, беречь себя. Ну, опять же, большой и небольшой, но пожизненное. Вот в чём дело. Ну, просто 250 евро, это не очень большая сумма, согласись. Ну, это я так сказал, да. Но я думаю, что не больше. Но всё равно. Причём человек-то, он-то не потерял ни ноги, ни руки. Он ходит, говорит, всё делает. Просто вот. Вот за того, чтобы на 250 евро, я говорил, там мы просто сныслились. Хочу задать вопросы и с этим, да? У тебя были ранения вообще? Нет. То есть, всё проходило без этого, да? Да, всё хорошо. Столкновения были вообще там? Ну да, всё нормально, да? Да, всё хорошо. Единственное, что один раз сломал ногу. Ну, парашкист, который никогда не сломал ногу, это не парашкист. Вот. Больше ничего не было. Вот. На прыжках сломал ногу один раз. Ставили мне два винта. На ноге у меня два винта по-жизненно. Ну, ты так сказал, когда я тебя спросил насчёт этого, насчёт как ты решился и так далее. Ты сказал, что, наверное, где-то какое-то сожаление есть от того, что ты поехал. Почему? Ну, может быть, вот сейчас, вот сейчас, в данный момент, ты доволен тем, что ты приехал именно сюда, в Легионы? Или ты как бы хотел в свою жизнь как-то по-другому спланировать? Я, возможно, что по-другому что-то сделал. Что именно? Армия? Всё равно в армию? Ну, всё равно в армию, да. Но, может быть, надо было не в Легионы, это были другие эти структуры, но в армейские. Ну, может быть, по-другому бы поступил. Ну, там же, во Франции, ты имеешь в виду? Ну, да. Во Франции. В России тогда, в те времена, в 90-е, там вообще было разрухно. Вот. Ну, и даже в Легионе, не знаю, но в Легионе, в принципе, я ни о чем не жалею. То, что я свою карьеру, как я её сделал, вот. Я же ресурсутор по стрельбе здесь по нашу шуту. Ага. У нас всего три. Три на беспол. Три ресурсутора. Вот. И мы готовим ребят по стрельбе со всех видов оружия. Я понял. То есть, в принципе, ты бы хотел еще куда-то двинуться. Ну, наверное, скучновато сейчас, да? Да, да. Потому что я их... То есть, я просто перевожу, потому что для меня не совсем было ясно. Такое, знаешь, я сначала даже понял, что ты, может быть, хотел бы остаться там в российской армии и тогда. Ну, понимаешь, когда я уезжал, то, что, которые деньги мы зарабатывали здесь, они были достаточно ощутимыми. Сейчас заработать там несколько тысяч евро можно и в Легионе. Ну, согласен, да. Вот. Поэтому я хотел сказать, что я бы что-то по-другому сделал. Потому что, может быть, это просто было чуть-чуть переждать и уйти в другие. Полностью с тобой согласен, что риск стоит просто очень больших денег. То есть, как бы, либо ты живешь просто и работаешь, ходишь каждое утро на работу, да, которая тебя не напрягает, и получаешь там эти, там, не знаю, три тысячи евро, там, не знаю, сколько ты зарабатываешь, да. Вот. Либо, если ты рискуешь, то ты знаешь за что, да. Ну, да. Да. Я тебя понимаю. Многие вещи... Некоторые люди, кстати говоря, не понимают этого. Отношение к деньгам, оно вот именно складывается из того, что, когда ты понимаешь, где начинается какая-то ответственность и риск. То есть, ты понимаешь, что, допустим, ты можешь лишиться всего практически, да, в какую-то минуту. Ну, то есть, а каждый день ты рискуешь. То есть, каждый день и в любой момент ты можешь куда-то отправиться. Да. И вот я, поэтому, я еще так, как и раньше думал, и сейчас так думаю, что я вот всегда своим молодым пацанам говорю. Говорю, ребята, говорю, вы или пять лет и уходите, первый контракт. Если вы решили остаться больше пяти лет, долбите до последнего. Ну, вот я сам так думал, я вот уже, наверное, вот тоже, больше, уже половину службы, вторую часть, я уже именно по этому принципу жил. То есть, вот просто до пенсии долбить, вот, чтобы не кидаться ни туда, ни сюда. Ну, вот, если бы можно было вернуться назад, может быть, я по-другому поступил, да. Ну, может быть, еще не поздно, нельзя или уже все, как бы, ты уже для себя как-то так, что не будешь куда-то двигаться? Нет, я тут тоже, как у нас тут называют во Франции, как осла поманили морковкой. Вот, я собираюсь уходить, и мне здесь предложили опять другую должность, другое звание, и, так сказать, заинтересованность материальную. Премию такую. Ну, морковка у тебя хорошая, скажи тебе. Да, и, ну, я один такой был, в общем. У них отработанная схема. Да, и я еще взял контракт подписал, вот, и сейчас собираюсь, думаю, месяц осталось там, чуть меньше трех лет до конца контракта. Думаю, сейчас я буду уходить, они же опять все что-нибудь придумают. Опять какую-нибудь премию. Ну, потому что я думаю, что они там явно люди, которые, как это, HR, да, называется? Ну, вот, где они работают с персоналом, они знают, как на что надавить, какие есть моменты, чем можно заинтересовать. Да, не хочу, не хочу хвастаться, но у меня, например, один диплом есть, у меня есть несколько дипломов, инструкторов по стрельбе. Вот, у меня один диплом есть, у нас с этим дипломом, вот, в активе, кто служит во Франции, нас человек 30. По всей Франции, не в регионе, а по всей Франции. То есть, нас очень мало с этими, с такими квалификациями, то есть, ну, может быть, ну, максимум 35 нас служат. Вот, потому что эти сестра, они готовились всегда к одному человеку на пол. Вот, вот, ты же стрелок. А скажи мне, я просто регулярно наблюдаю на различные методы подготовки, да, сейчас в российской армии, ну, не в российской армии, в российской армии там отдельная тема, а появилась такая практическая стрельба, когда они обучаются стрелять, ну, как бы, в режиме реального времени, да, бегают там, высовывают с изготовления, за укрытие, стреляют в неудобных позах. Вот, и есть американская методика, которую я видел, где люди стреляют из того же самого оружия, из пистолета, да. Ну, вот, учатся практически все перемещения, да, буквально как не безошибочно занять позицию, минимизировать себя там на земле, да, и производить стрельбу. То есть, ты, как бы, проходил разные методы обучения по стрельбе, вот, скажи мне, что наиболее для тебя, вот, считается более профессиональным? Потому что я периодически наблюдаю, не буду говорить имя твоего человека, вот, но я думаю, ты догадываешься, о ком я? Догадываешься? Нет, пока нет. Ну, просто мне не очень хочется сказать, опять хайпуешь, ну, вот, просто он там в ВДВ тренирует молодых ребят и делает что-то очень странное. Ну, вот, практически полицейные, полицейские техники, да, по стрельбе делает, и при этом, как бы, они, и они же тоже очень странные. Ну, вот, то, что я вижу у американцев, у американцев, ну, реально, это очень, ну, мне кажется, наиболее оптимально, что из того, что я видел. То есть, как он показывает, да, все, все моменты перемещений, не знаю, ты видел, может быть, этого инструктора? То есть, он буквально, когда происходит контакт, да, он достает оружие, минимизирует себя, прям так стоя, потом он ложится буквально на землю, чуть ли не ладонью, да, и ложится именно уже с оружием. Потом точно так же остает, то есть, практически, как робот, отрабатывает вот это вот. Ну, у нас тоже техника, я знаю, я понял, о ком ты говоришь. У нас тоже техника, мы тоже самое помнимся. А эти, которые ВДВ обучают, его не Андрей зовут? Да, он кубарем катается там, я такого не видел. Я видел, я видел, но это цирк, я вот, не знаю, я даже хотел там комментарий оставить, думаю, не для него, а именно для людей, которые занимаются. Я говорю, ребят, ну, перестаньте, вы же, ну, там, во-первых, они никуда не попадут с того, как они стреляют с этих позиций, с этих стоек, с его, а во-вторых, их же поубивают просто. Ну, в общем-то, все, что я вижу, что они очень удобные мишени. Там, ну, это вот, это вот, есть шоу «Уральские пельмени», вот надо туда ехать, к ним. К сожалению, большинство просто не поймет этого юмора. Ну, да. Ну, вот. А то, что, да, то, что, ну, мы то же самое, что вот, про эту американскую систему, да, но она, в принципе, оттуда и пришла. Она пришла не от американцев, она пришла и из Швейцарии, эта система, и они обучались одновременно с нами. У нас одинаковая система. Вот мы, когда стреляем, у нас одинаковая техника, абсолютно. Абсолютно. Мы с ними, когда работаем вместе, абсолютно. То, что они, то, что мы. А вот ты видел эту практическую стрельбу? Там есть какая-то федерация, там вроде тоже какие-то ребята, которые занимаются стрельбой. Ну, вот они, я видел также какие-то соревнования карабины. Ну, вот. Ну, они там, по-моему, Сайгу они используют. То есть, может быть, даже нарезные они используют, но тоже, по-моему, карабины. Ну, вот. Там какой-то вепрь, да, ненарезной такой, я не помню. То есть, я регулярно вижу, и у них именно... Она отдаленно похожа, но она хотя бы более-менее вменяемая. То есть, вот всяких... Я понял о чем, да, да, да. То есть, вот как ты ее оцениваешь? Ну, нет, это классная штука. Это классная штука. Она мне напоминает полицейскую технику тех же американцев, честно говоря. Ну, мы своих и по этой системе готовим. Я когда своих готовлю учеников, я вот их беру. У меня три недели идет стажировка с ними. Я три недели каждый день по этой... Я вот и то же самое мне стреляю. А вот по которой? Та, которая армейская, вот эта, да, когда ложатся, да? Да, армейская, да. Они меня стреляют из-за всех положений. Через там маленькие дырочки, чтобы там нужно и... Винтовку и наклонить. Бывает, что и от рукой надо удержать и... Как-нибудь пришлю фотки. Буду, вот, следующая будет у меня подготовка. Ребят, буду гонять. Вот. Отлично, отлично. Хорошо. Ну, это мы по этой системе гоняем. Последний был вопрос, наверное, который возник. В принципе, я думаю, что на первых порах мы можем уже закругляться. А твои вопросы? О, пришла Женя. Кончится, гляни. Познакомься. Это, которое на видео аксессирует. Да, да, да. Иди, познакомься хотя бы. Нас приглашают, короче, на этот... Господи, куда? На кортику. Здравствуйте. В музей к Наполеону приложу. Классовало. Но говорят, что там до сих пор дикие нравы. Народ выясняет отношения. Да ничего, но я... Вы же со мной будете, никто ничего. Вас-то все уже знают. Так я здесь 20 с лишним лет, так все нормально. Понятно. Ох. Я тут вопросы оставляла, я не знаю. А я не помню. Ты напомни мне, потому что я меня периодически забываю. А я уже сама забыла. Так, я хотела узнать, что там... Какие, но не перспективы, скажем, что там после службы... Начальная подготовка, то есть, кого туда, кого в принципе выяснили, да? И что-то еще было, но я уже не вспомню сейчас. Если вспомнишь, то скажи. Ладно, так вы уже заканчивать. Да, мы уже, наверное, будем тогда заканчивать. Ну да, в принципе, ну... Мне кажется, чтобы, в общем-то, интересным было. Первый контакт есть, можно там какую-нибудь даже серию и потом сделать. Большое спасибо, что откликнулся, потому что, конечно, из первых рук это вот просто очень ценно. Ну вот. Так как правда, уже служба закончена и... Нет, служит еще. Но уже пенсию, все, все окей. Уже после пенсии. Уже нарабатывает себе хорошую пенсию. Мне тоже было приятно познакомиться, если честно сказать, что моя первая книга по Хапкидо, которую я прочитал, это была твоя. Серьезно? Да. Она у меня даже распечатана в этом, в классере вставленная. Мне за нее стыдно. Она такая слабая, откровенно. Ну, я когда начал... Нет, я не буду говорить, что там она это самое, но я когда начал заниматься Хапкидо, и я начал искать всю информацию по Хапкидо. Вот. Ну и набрел на эту книгу, скачал ее с интернета, распечатал. Она была две начинающих. Ну да, две начинающих. Ну да, нам такая получилась. Ой. Ну спасибо все равно. Ладно, большое спасибо тебе. Приятно было пообщаться. Всего хорошего, да. Держим связь. Есть вот все, есть мои координаты. Хорошо. Опа. А я, оказывается, не запитался. Сейчас, сейчас, минуточку, чтобы не потерять связь. Забыл зарядку поставить. Ладно, большое спасибо тебе. Давай тогда. Все, хорошего вечера. Да, хорошего вечера. Хорошего вечера. У тебя также, как у нас, наверное, под 9. Да. Успехов на канале. Спасибо. Будем смотреть. Скоро увидишь, я пришлю ссылочку. Счастливо. Я надеюсь, что не последний раз общаемся. Да, конечно. А насчет Корсики, подумайте, жена. Я подумаю, но у меня, как всегда, ограничено очень пока срок, да, по этому. Я сейчас уезжаю к ним где-то в дни на 8, да, и сколько у меня останется там выходных. То есть у меня не очень много. У меня всего 20 это дней. Сейчас-то не надо, лучше летом, когда солнышко будет. Нет, нет, нет. Сейчас в Израиле, потом меня... Море. Хорошо, хорошо. У нас боевые пловцы есть, мы можем на кораблях в море вывести. На боевых пловцах. Слушай, как мне кажется, мне будет слишком напряженный отдых. Ладно, счастливо. Все, всего хорошего. Давай, связывайся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...